всем доброго вечера сразу хочу спросить у вас как уже чувствуется приближение нового года если нового не настроение для подготовки к новому году для подарков себе своим родным своим близким своим друзьям я предлагаю вам связать замечательные шапки шапка которую вы видите на мне вот такую шапку я для вас подготовила моя шапка связанная из стопроцентного кашемира хочу вам показать варианты как можно носить эту прелесть и объяснить почему каким образом можно было добиться именно вот такой посадки шаг ее можно носить как берет во первых она двусторонняя во вторых у нее совершенно красивая гладкая макушка посмотрите ее можно носить как берет ее можно носить как шапку можно носить как шапку с отворотом что позволяет специальный манжет который специально сделан для того чтобы шапку можно было подворачивать выкройку которую я создавала для этой шапки это нечто среднее между шапкой и беретом нам с вами потребуется калькулятор и сантиметровая лента все что нам с вами нужно измерить при помощи сантиметровой ленты это во первых охват головы охват головы мы с вами будем измерять следующим образом я вам буду на шапке прямо показывать где что мы будем строить и так берем сантиметровую ленту и измеряем охват головы вот таким образом и у меня это получилось 59 сантиметров вот этот объем еще раз прокладываем сантиметровую ленту на затылок туда где она укладывается и по объему головы вот таким образом измеряем и получаем у меня 59 сантиметров для этой шапки очень важно чтобы переходы были не угловые а округленные и вы видите да все переходы у шапки округленные она нигде не затянута в этом тоже своя суть свой смысл ну и переходы мягонькие вторым важным моментом шапки является ее максимальная ширина то есть вот она наша максимальная ширина и я думаю что когда я держу шапку вот так да то видно насколько насколько это ширина различается максимальная ширина влияет на то насколько вы хотите получить если вы хотите носить шапку как берет насколько она будет у вас откладываться как берет собственно в этом случае я прибавляла к значению объем головы припуск в плюс 12 сантиметров это следующая мерочка и это не совсем берет в полном смысле слова потому что берет предполагает четкий круг именно четкий круг четкого круга мы здесь строить не будем поэтому мы уходим от того чтобы строить клинья классического берета мы берем с вами еще одну мерочку это от части где мы хотим чтобы начиналась наша шапка и заканчивалась и к этой величине прибавляем тоже припуск на свободу облегания этот припуск будет зависеть от того насколько шапка будет свободной это повлияет на то сколько вариантов вы с ней сможете проделать для самого нижнего построения нам с вами нужно из общего объема головы вы обратили внимание да что шапка шапки вообще не было использована никакая резинка поэтому чтобы шапка хорошо сидела у вас на голове и не спадала если вы потрясете головой из общей окружности нужно вычесть 3-4 сантиметра будет достаточно для тех кто любит носить пышные прически то отрицательная прибавка будет равняться двум сантиметрам от 2 до 4 сантиметров мы высчитываем из этого общего объем обратите внимание еще вот на какой момент если ваша выкройка получилось то как это можно проверить что она у вас получилось при складывании шапки во сколько бы частей вы не складывали у вас должна получаться четкая форма лепестка то есть как бы не складывали не должно появляться не должно появляться складок видите да а теперь по поводу круглой головы до для круглой головы мы поднимаем широкую часть выше таким образом и визуально создаем эффект вытянутости потому что когда мы на круглой голове еще и садим низко берет не низкое расширение мы визуально голову еще более приплюскиваем еще даем ей более округлый и вытянутый в ширину вид то же самое касается полных девочек с круглыми щечками чтобы щечки от шапки не казались еще более круглыми нужно приподнять это расширение его нужно приподнять чтобы визуально голову именно вытянуть но при этом не сузить ее кверху и не с плюсность к верху потому что опять же вот этот эффект затянутости верха сразу же подчеркнет круглые щеки ну что ж спасибо вам за внимание спасибо за то что пришли спасибо за просмотр!